Пусть пеняет на себя. Вот, как раз кто-то уже испугался и тут же прибежал. Меня зовут Марина Загорская, я представляю Белорусскую ассоциацию журналистов. И сегодня у нас с вами вебинар, где брать и как визуализировать данные о COVID-19. Этот вебинар проводит автор книги «Графики, которую убеждают всех» Александр Богачев. И вместе с ним мы сегодня поговорим о том, где брать данные, как их готовить к работе, какие визуализации делать, как выбрать подходящий для своих данных формат и оформить график так, чтобы ваше сообщение было донесено с помощью этого графика максимально точно. Ну и, конечно же, мы рассмотрим ошибки, которые мы с вами допускаем, когда имеем дело с данными. Наш вебинар организован при поддержке Международной Федерации журналистов. Мы ведем запись, но эта запись идет только для того, чтобы переслать ее потом вам после окончания нашего занятия. То есть она не будет нигде широко распространяться. Если у кого-то есть какие-то возражения по поводу записи, вы можете написать об этом в чате. Если нет, я передаю слово Александру и начинаем. Спасибо. Да, начинаем. Все так и есть, как это было описано. Если, может быть, еще кто-нибудь у нас подойдет, я пока попробую рассказать буквально пару слов про себя. Я занимаюсь вот этим вот всем, визуализацией данных, ну вот плотно уже, я думаю, 6 лет получается, или 7, наверное, уже 7 лет там. Я работал в студии инфографики РИА, в студии спецпроектов РБК, руководил ей какое-то время. Сейчас вот временно преподаю, точнее, не временно в Большей школе экономики, но сейчас, возможно, скорее всего, я ее скоро и покину. Ну, это, в общем, наверное, мало к делу относится. Если говорить про коронавирус, мне эта тема, я как бы самое смешное, я вначале был, наверное, таким немножко ковид-диссидентом, чуточку. И если мой Facebook там отмотать до февраля месяца, я немножко так иронизировал над всеми этими событиями. Но потом я понял, что это все серьезно, что это надолго, что это принципиально новый для нас вид вируса, я имею в виду по сравнению с Мерс и Сарс. Вот, и я, в общем, включился вот в эту медийную гонку по тому, чтобы следить за всей этой историей. И даже в какой-то момент я сделал такой небольшой фильм про, собственно, коронавирус, у меня почти на 40 минут получился, который состоял полностью из визуализации данных. И я как раз пытался на графиках объяснить, что происходит. Это было уже, в общем-то, давно, даже не помню, когда, 12 мая. Конечно, по сути, в то время еще пандемия коронавируса, она, грубо говоря, только начиналась. И, кстати говоря, здесь, по-моему, есть местечко и для Белоруссии, да, потому что вот Белоруссия – это одна из тех стран, у которой была какая-то запредельная вообще низкая смертность. И такая же, кстати, была у России, например, невероятно низкая. Но сейчас, вот если говорить про Россию, в общем-то, уже все давно встало на свои места, потому что у нас даже вот буквально неделю назад рассекретили данные, внутренние данные, которые ведет Роспотребнадзор. И там оказалось, что количество и случаев, и смертность примерно в два раза выше, чем Росстат, а Росстат примерно в полтора раза выше, чем то, что оперативно сообщает Роспотребнадзор. Да, то есть у нас вообще какая-то тройственность статистики, это очень странно. Вот, но если говорить про Беларусь, то мне вот вспомнился фильм «Гараж», если помните такой замечательный фильм 79-го года, и там есть такой момент, когда вот, собственно, происходит следующий диалог, что я закончилась в филологическом МГУ, занимаюсь сатирой, русской или иностранной нашей по 19-му веку. Нет, говорит, современный, у вас замечательная профессия, вы занимаетесь тем, чего нет. И вот у нас сегодня будет мероприятие, то есть мы будем визуализировать, изучать и анализировать то, чего нет, потому что, как вы сами прекрасно знаете, по Беларуси данных очень мало. И на самом деле тем ценнее могут быть те материалы, которые вы можете сделать, потому что это совершенно такая вот data-driven вся история, то есть вся история с коронавирусом — это прежде всего анализ материалов и данных, которые в огромных количествах, в общем-то, все генерируют. И в каком-то смысле можно даже сказать, что коронавирус, как Трамп собирался сделать Америку снова великой, коронавирус сделал инфографику и визуализацию данных снова великой, потому что это единственный адекватный способ разговаривать об этом, и вести какой-то разговор о том, что происходит на языке графиков, на языке карт, диаграмм и так далее. И, собственно, что мы сегодня будем делать, что мы будем делать, мы тоже будем, что мы будем обсуждать, что мы будем делать. Мы поговорим, попробуем наметить какие-то пути решения вот этой самой пресловутой проблемы с данными, попробуем сделать две или три визуализации на основе данных, взятых из разных источников, поговорим о каких-то основных подходах к визуализации, о форматах обязательно разных поговорим, посмотрим какие-то примеры, конечно же, и, естественно, обсудим, какие на этом пути бывают ошибки. Ну, в общем, на самом деле их там не так уж и много. Начнем с источников данных. Я думаю, я на самом деле рассчитываю на то, что вы, может быть, подскажете, где найти данные по Беларуси, потому что я имею в виду более детализированные. Если говорить об официальных данных, понятно, что есть Минздрав, и на самом деле я предполагаю, что, наверное, кто-то из неравнодушных людей, которые есть в Беларуси, их много, о чем мы прекрасно знаем за последние месяцы, парсит, то есть собирает эти данные и куда-то выкладывает, но даже если нет, эти данные есть в другом месте, и я сейчас покажу, где. Я заметил, что вот в апреле-майе где-то еще у вас публиковались данные по районам, но сейчас я их не нашел. Вот, если они есть где-то, это классно. К сожалению, нет, и это не классно. То есть по статистику по районам найти очень сложно. Это, ну вот я тоже к таким выводам пришел и поговорил тоже со знакомыми белорусами, они мне сказали то же самое, ну вдруг где-то что-то есть. По крайней мере, это на самом деле не страшно, то есть будем работать с тем, что есть. То есть даже вот эти официальные цифры Минздрава, как мы, возможно, сегодня увидим, ну, разумеется, есть резонные основания сомневаться вообще в их достоверности и в том, что они отражают реальную ситуацию, но вот мой беглый анализ вчерашний-позавчерашний показал, что, в общем, по крайней мере, динамику они показывают примерно, по-моему, более-менее приближенно к реальности. Но это как раз-таки может быть тема вашего материала, да, и мы это обсудим. А вот смотрите, Александр, как раз у нас Ольга, она из Новополоцка, это город такой в Беларуси небольшой, пишет, что полос Новополоцк иногда выкладывает на официальных сайтах. Это официальные сайты городсполкомов у Оля или это какие-то сайты изданий? Ну, то есть где? Или это сайт каких-то управления здравоохранения? Вот Оля нам, может быть, ответит на этот вопрос. Городских газет, учрежденных горосполкомами. То есть иногда данные публикуются. Безусловно, вам нужно, ну, если вы живете в конкретном районе, в конкретном городе, и ваш город публикует какую-то официальную информацию, это, конечно же, ваш шанс, и это возможность делать больше материалов, делать более достоверные материалы, опираясь на официальные данные, или хотя бы исследовать эти данные. В России тоже регионы многие абсолютно по-разному выдают информацию, и вот в связи с последними вот этими утечками, а это вот реально сотрудник, неназванный анонимный сотрудник, просто передал одному из независимых медиа вот эту базу данных, которая внутренняя база по всей статистике, уже народ составил такие графики, типа какие регионы больше привирают данные, какие меньше, некоторые там просто по какому-то коэффициенту, типа тупо делят на два все данные, некоторые просто вообще от балды рисуют данные и так далее. Некоторые стараются более-менее адекватно показывать, да, то есть в том числе у нас, например, есть отдельные регионы, Свердловская область, которая с самого начала пандемии, там у них оперштаб, который каждый день публикует абсолютно полные данные с тестами, с загрузкой больниц, с количеством процентов больных на ИВЛ и так далее, и так далее. То есть если, конечно, где-то хоть что-то есть, это, естественно, нужно использовать и радоваться. Но, как правило, если нет, то, собственно, что делать? Мой любимый ресурс – это Our World in Data. У него есть раздел, собственно, с коронавирусом, и там, и, собственно, весь, ну, практически основной для фильма, по крайней мере, я использовал их датасет. Это все бесплатно, это обновляется каждый день, это очень удобно, можно быстро загрузить. Кроме того, здесь есть инструмент, который позволяет сам по себе генерировать разнообразные материалы по разным параметрам, сравнивать разные страны. В частности, мы можем здесь вот найти, например, Беларусь. И обратите внимание, сразу хочу вам показать очень важную вещь, да, вот как, это инструмент, да, это конструктор, который имеет разные фильтры, настройки и так далее. Давайте посмотрим, как он настроен по умолчанию. По умолчанию он настроен следующим образом. Это подтвержденные случаи, скользящая средняя за 7 дней на миллион населения и линейная шкала. Это вот, в принципе, на мой взгляд, это такой де-факто стандарт для первой такой вот первичной какой-то осмысленной визуализации, которую вы можете и должны сделать по коронавирусу. То есть это самое первое, что будет интересовать людей. Это вот эта вот форма кривой по вновь выявленным случаям. Если это страна одна, например, да, вам не обязательно делать на миллион населения, вы можете сделать в абсолютных значениях, естественно, но если вы сравниваете с другими странами или сравниваете регионы между собой, вам обязательно их нужно, естественно, нормировать на население. Мы еще к этому замечательному инструменту вернемся, а пока обратите внимание, вот под заголовком этого инструмента здесь есть кнопочка Download, The Complete, ну, короче говоря, скачать полный датасет. Нажимаем туда, и мы попадаем вот в такой вот… Ну, там есть и другая страничка, в принципе, которая более дружественная, так сказать, но разницы нет. Вот, загрузить наш полный датасет CSV, XLS и JSON в трех форматах. Мы будем скачивать XLS, хотя, в общем, принципиальной никакой разницы нет, кроме того, что CSV немножко более неудобно открывается в Excel. Но мы скачаем вот прямо XLSX. Я прямо сейчас его даже скачаю, чтобы он у меня… И советую вам сделать то же самое, чтобы он у меня уже лежал у меня в папке, посвященной вот нашей… нашему сегодняшнему мероприятию, потому что мы потом на его основе будем делать материал. Я здесь сразу укажу дату. Я всегда подписываю дату для коронавируса, это очень актуально. Всегда нужно подписывать дату. Сегодня 10 декабря. Вот, он 11 мегабайт весит немало, но он того стоит. Дальше идем. Следующий источник, которым я тоже пользовался и которым тоже можно пользоваться, это сайт, который называется WorldMeters. Он тоже обладает достаточно полной статистикой. Сразу же оговорюсь, что данные в разных источниках могут отличаться. Вот, здесь есть замечательная вот такая вот сводная таблица, которая у меня еще не загрузилась пока. Подождем. WorldMeters.info. Сайт. Вот, помимо вот этой сводной таблицы… Сейчас я попробую обновить заново, сделать. Иногда не сразу грузится. Ну, пока он грузится, я расскажу, почему, собственно, данные могут отличаться. Они отличаются не очень сильно, как правило, но все-таки отличаются. Это связано с разными источниками и с тем, что вот каждый из сайтов, которые агрегируют на себя данные, а их достаточно много, там, в основных где-то десяток, они проводят определенные манипуляции сами. Кто-то сдвигает на день, то есть кто-то знает, например, что в определенной стране нужно сдвигать на один день. Кто-то знает, что там еще что-нибудь, да. Поэтому данные немного отличаются. Это не настолько критично, как может показаться, но просто это нужно иметь в виду и не удивляться. В частности, мы изучали вопрос, почему вообще в четырех разных источниках данные по Франции очень сильно отличаются, форма вообще кривой по подтвержденным случаям. В итоге просто взяли официальные данные с официального французского статистического ведомства. Вот та табличка, про которую я говорил, чем она хороша. Она хороша тем, что здесь ее можно выделить просто руками и вставить в Excel. Копировать Ctrl-C, Ctrl-V и по этой таблице, в общем, можно очень хорошо показывать какую-то текущую ситуацию. Далее. Здесь можно регулировать, ну, можно посмотреть вчера и два дня назад, и все. Больше нет. То есть, если АОК World and Data показывает все, за все время, то вот этот сайт такой возможности не дает. Мы можем здесь выбрать отдельную страну, например, естественно, Беларусь. Да. Вот они, кстати, наши как бы верхнеуровневые метрики какие-то, да, общее количество подтвержденных случаев, общее количество подтвержденных смертей, число выздоровевших, они, на мой взгляд, имеют значение как раз, когда мы говорим о сравнении с другими странами. Наш любимый классический график, мы, кстати, тоже попробуем его сделать. Количество активных случаев, к которому я призываю относиться крайне сомнительно, к этому, к этой статистике, количество смертей. Ну, в принципе, и все, да, то есть обновления здесь уходят вот ненадолго, на четыре дня. Дальше. Есть сайт российский, который называется Яндекс, про который вы, естественно, знаете. У Яндекса есть DataLens. Это бесплатный инструмент, ну, то есть вообще он платный, но по коронавирусу там все бесплатно. Там нужно просто зарегистрироваться, затем добавить в дэшборды, в раздел дэшборды, добавить данные по коронавирусу, и их можно очень удобно скачивать. Конечно, прежде всего это удобно для россиян, потому что там данные по регионам прям в готовом удобном виде, которых больше вообще нет в таком виде нигде. Но здесь есть статистика и по всему миру тоже, включая данные по самоизоляции. Тут вот оно немножко грузится сначала, а потом вы нажимаете, вот, оно загрузилось. Вы можете нажать на вот эту кнопочку и нажать экспорт данных, и вы получаете готовые данные, тоже абсолютно бесплатно и, в общем-то, очень быстро. Наконец, хочу показать еще парочку сайтов, если вам по каким-то причинам этого будет мало. Есть программа Tableau, мы ей сегодня пользоваться не будем, но она очень хорошая, я вам советую ее изучить, ей пользоваться, если вы собираетесь заниматься как-то дата-журналистикой, анализом данных. Здесь есть готовый датасет, который можно вот прям вот прям скачать, прям даже не датасет, а скорее вот, как они называют, это workbook, то есть это уже файл в формате Tableau, где уже что-то настроено в формате вот такого дэшборда, тоже с фильтрами и так далее, где можно все настраивать как себя и изучать. Он будет у вас обновляться, либо если вы будете скачивать каждый день, он будет там подменяться данные, плюс здесь есть еще масса других источников, которые можно использовать и ссылки на них. Ну вот из известных я бы отметил базу Оксфорда и COVID Tracking Project. Все это, конечно, тоже базируется на данных и Всемирной организации здравоохранения и Университета Джонса Хопкинса. Ну то есть вот тут еще даже есть какие-то у них уроки по тому, как пользоваться вот этим вот их дэшбордом, бесплатные видеоуроки. Так, ну, понятно, что есть другие источники и понятно, что ими можно пользоваться и так далее, но пока остановимся на этом. И давайте, собственно, попробуем сразу же сделать какую-то визуализацию на основе того датасета, который мы скачали. Я сейчас его открою. Вот он. Даже чуть-чуть его переименую. У меня потерялась одна буква. Я его открываю в Excel. Сейчас я попробую сделать покрупнее, чтобы было лучше видно. Видите, он грузится прям, проценты идут. То есть он такой тяжеленький. Но зато вот сейчас мы его посмотрим, как он выглядит, да. Чем он мне нравится. Почему я пользуюсь вот этим датасетом? Ой, у меня еще сейчас второй раз пытается открыться. Нет, спасибо. Он мне нравится тем, что помимо всей нужной информации, которая всегда присутствует, собственно, в подобных базах, они сюда добавили много других вещей, которые позволяют вам очень быстро проводить разные дополнительные расчеты. Давайте пробежимся, да. Суммарное количество случаев, новые выявленные случаи, сглаженные случаи. Это имеется в виду, ну, смуст, это имеется в виду скользящее среднее, да. Суммарное количество смертей, новые, выявленные, вновь зафиксированные, скорее, смерть и сглаженное количество. Дальше очень полезные вещи. Новые случаи на миллион и сглаженные тоже. То есть они прям уже отдельными полями, не нужно ничего считать. Это очень удобно. Дальше для отдельных стран есть данные по количеству пациентов на ИВЛ, количество госпитализированных пациентов, количество тестов, количество вновь проведенных тестов, тесты на тысячу. Это тоже можно очень интересно все анализировать. Доля позитивных тестов, positive rate, тоже очень важный показатель. То есть, когда начинается новая волна пандемии, тесты, ну, часто есть такое возражение, это не началась новая волна пандемии, просто стали больше делать тестов. Но если растет доля положительных результатов, то это свидетельствует о том, что все-таки это новая волна или там ухудшение ситуации по эпидемии. Дальше. Здесь есть население, очень часто необходимое поле, плотность, средний возраст, число людей старше 6%, людей старше 6-5-7-10 лет, ВВП, процент смерти от стресс-существенных заболеваний, диабет, количество коек на тысячу населения, ожидание положительной жизни и так далее, и так далее. То есть, это очень дает богатые возможности. Давайте для начала мы отсюда возьмем просто данные пока по Беларуси. Для этого перейдем на вкладку данные, включим фильтр и выберем здесь в Location, выберем, берем выделение и потом найдем здесь Беларусь. Из огромного количества, из 61 тысячи строк у нас останется 322, это-то нам и нужно. Дальше просто нажимаем Ctrl-A или на Mac это Command-A, у нас выделяется вся имеющаяся таблица, мы ее копируем и в принципе можем даже создать отдельный файл, чтобы не грузить как бы компьютер, нам будет нужен всего один лист, создадим пустую книгу и нажимаем Ctrl-V, то есть вставить и мы оставили вот себе теперь только данные по Беларуси, в общем-то никто у нас их теперь нас не отнимет, этот лист можно в общем-то и закрыть совсем. Посмотрим, что у нас здесь есть, что нам здесь нужно оставить. Понятно, что вот, как я говорил, очень много интересных данных по тестам и еще почему-то там, посмотрим, есть ли они здесь по Беларуси. Да, есть, вы можете сказать, но подождите, ничего же неизвестно. На самом деле данным Southworld Country and Data доверять можно, по крайней мере они транслируют официальную информацию. Можем зафиксировать верхнюю строку, закрепить верхнюю строку и сейчас я промотаю еще раз вниз и посмотрим, что у нас есть. есть, естественно, у нас есть полная разбивка по случаям, включая сглаженные. У нас есть дополнительная информация, у нас есть тесты, это полезно. Тесты на тысячу населения, все связано с тестами. Positive rate у нас есть, кстати, по тестам, да. Количество тестов на случай, кстати, это очень, количество тестов нужно для выявления одного случая, это очень важный показатель, который тоже может свидетельствовать о пандемии. Ну и все остальные данные по диабету, по пожилым и так далее, у нас тоже все это в табличке есть. Это классно, это удобно, этим можно пользоваться, но для начала мы сделаем самый обыкновенный, банальный график, линейный, количество подтвержденных случаев, то есть мы оставляем только две колонки, фактически, ну, несколько побольше. Первые три выделяем и удаляем, у нас остается дата, total cases удаляем и оставим new cases и сглаженное количество, если оно нам не понадобится, но пусть пока будет. Все остальное пока тоже просто удалим, чтобы нам было проще и чтобы у нас ничто, скажем так, не отвлекало. Эти данные, они абсолютно готовы к тому, чтобы с ними работать. Данные начинаются с первого, с 23 января, нам, в общем-то, отсюда не надо, давайте часть тоже удалим. Ну, вот, условно, где-то, наверное, вот первый случай зафиксированный официально, это 28 февраля, давайте с этого дня и начнем. Верхние строчки, соответственно, удалим. В качестве способа для визуализации мы будем использовать дата в рэпер, но перед тем, как это делать, я предлагаю выделить это все дело скопировать, Ctrl-C и вставить в лист Google таблицы. В принципе, на самом деле, мы могли бы это все и открыть в Google таблице, но 65 тысяч строчек там бы, скорее всего, немножко подтормаживали, ну, по крайней мере, побольше, чем в Excel. Я создаю новый лист, если вы залогинены в Google, то новый лист легко создавать с помощью короткого запроса в поисковой строке shift.new. И просто сейчас сюда перенесу. Я сейчас объясню, зачем мы это сделали, потому что можно же ведь было данные вставить из Excel, естественно, но я хочу создать сейчас прямо вместе с вами обновляемую визуализацию, которая будет без, ну, я хотел сказать, без каких-либо усилий, ну, нет, с некоторыми усилиями с вашей стороны, но все-таки обновляться она будет автоматически. Оставляем сюда данные, я нажал Ctrl-V, вот они вставились, на всякий случай я всегда сбрасываю форматирование, очистить форматирование, вот, и в таком виде их, в принципе, и оставим, можно придумать ей название Belarus New Cases, например, что-нибудь в таком духе COVID. Все, дальше мы переходим, это так оставляем, как оно есть, дальше переходим в Data Wrapper, и в основном визуализации мы будем делать там, и я категорически приветствую использование Data Wrapper, на мой взгляд, это такой Apple в лучшие годы, так сказать, по сравнению с Android, я, кстати, сам всю жизнь пользуюсь Android, но Apple это такой вот эталон продуманности и эстетики и пусть ограниченности функций, да, по сравнению с Android, но зато уж то, что есть, работает прекрасно. Здесь нужно зарегистрироваться, но можно начинать работать и без этого, то есть можно просто нажать большую зеленую кнопку Start Creating, а зарегистрироваться потом. Вот, и сейчас сразу же я вам покажу очень важную вещь, извините, многие люди об этом не знают, но Data Wrapper это, пожалуй, единственный инструмент бесплатный из тех, что есть на рынке, который позволяет вам создавать обновляемые визуализации абсолютно бесплатно, таких возможностей больше вообще нигде нет. Чтобы это работало, оно просто у них немножко как бы неочевидно сделано, видимо, чтобы не перегружали, надо нажать не Import Google Spreadsheet, как казалось бы, да, а надо нажать Link External Dataset. Мы нажимаем сюда, возвращаемся обратно в Google таблицу, и здесь нам нужно изменить настройки доступа этого листа, нажать на настройки доступа и разрешить всем, у кого есть ссылка, в принципе, нажать только на это, этого достаточно. Дальше копируем ссылку, возвращаемся в Data Wrapper, вставляем сюда эту ссылку, и он у нас ее сейчас проверит, и он пишет, что у нас правильная ссылка и правильный CSV. Если бы мы не изменили параметры доступа, он бы не прошел проверку ни ту, ни другую, и что-то работало бы неправильно. Соответственно, можем посмотреть, как это работает. Вот он пишет, что первые 24 часа после создания график будет обновляться вообще ежеминутно, то есть, если вы что-то меняете в таблице, это будет обновляться каждую минуту, это невероятно круто, я даже не знаю, мне не хватает слов описать свое восхищение тем, насколько это круто. А следующие 30 дней будет обновляться каждый час, то есть, чтобы поднять такой сервер, нужно обладать какими-никакими знаниями программирования как минимум, чтобы это сделать. Здесь это вам дается бесплатно, просто из коробки, и главное, через 30 дней это не прекратится, просто нужно будет зайти, переопубликовать график, и все. А так, заходить не надо будет, ничего делать не надо будет, один раз настроить, и все. Вот, восторги заканчиваются, продолжаем дальше. Нажимаем синюю кнопку proceed, то есть, далее, попадаем в окно загрузки, собственно, точнее, загрузка уже состоялась, в окно проверки загруженного датасета. Здесь у нас все есть, и нам на самом деле не нужны два столбца, но мы могли бы выбрать один, я предлагаю оставить просто new cases, чтобы отключить другой столбец, мы нажимаем на него и выбираем hide column, то есть, спрятать столбец, убрать столбец из визуализации, он станет таким зачеркнутым. И еще то, что мы делаем, мы настраиваем local, ну, то есть, если вы делаете визуализацию на английском, например, то, конечно, вставляете английский, если вы делаете ее на русском, тогда выбираете русский. Это нужно для того, чтобы у вас корректно отрабатывали даты и корректно, извините, только что переболел как раз, сложно на самом деле долго говорить, корректно работали порядки чисел, то есть, чтобы не запятыми разделялись, а пробелами. Нажимаем синюю кнопку далее, попадаем в окно настройки самой визуализации, как раз по умолчанию он нам показывает линейный график, а он-то нам и нужен, вот он. В таком виде он уже хорош, потому что любая визуализация, как правило, если только она корректная, конечно, лучше, чем ее отсутствие, но мы сейчас еще его тюнингуем, и он будет вообще у нас прям классный. Заходим на вкладку Refine, здесь выбираем, во-первых, формат времени, сделаем, чтобы здесь были даты, ну вот, например, апрель, второе, третье, но пока нам не нужны годы, потому что у нас пока один год, да, то есть вот так. Я бы поставил еще вот этот tick marks, это такие маленькие точечки, чтобы было видно, где какой месяц. Видите, оно автоматически интерактивное, можно наводить, видеть каждое число и сколько выявленных случаев, пусть официальных, пусть они неправильные и так далее, и обманные и так далее, но тем не менее. Кстати, вот по форме кривой можно говорить, что по крайней мере, видимо, у них есть какой-то поправочный коэффициент, да, по которому они, собственно, это вот все показывают, официальные органы, он похож на реальную кривую, вот реально похож на то, как это выглядит, возможно, просто умножают. Дальше идем. Небольшой еще тюнинг сделаем, зайдем в раздел Customize Lines, здесь включим Fill Area Below Line, то есть заполним свет внизу, сделаем его синеньким, это абсолютно и корректно, и красиво, и более, на мой взгляд, наглядно. Здесь можно сделать сглаживание, да, но оно конкретно здесь работает достаточно условно, я не знаю почему, ну, либо использовать изначально сглаженную кривую, здесь особой необходимости нет, это нужно тогда, когда очень сильно все скачет, в Беларуси, примерно, кстати, так же, как в России, ничего никуда не скачет, кривые такие, гладенькие, ровненькие, прям, как будто их кто-то сам сглаживает, да, так, и еще мы сделаем следующее, Line Labels мы поставим нет, то есть None, но зато включим Display Final Value, вот так вот мы поступим, чтобы у нас было видно последнее число, ну, и совсем для красоты можно включить Line Symbols и поставить последнее, то есть Last, да, то есть чтобы было понятно, что число относится именно сюда. Дальше мы переходим на вкладку annotate и пишем следующее, коронавирус, ну, это уже как бы на ваше усмотрение, что мы тут пишем, но я бы написал что-то в таком духе, коронавирус в Пеларуси в описании вновь выявленные случаи за день, можно подписать, что, или это можно подписать на самой странице, что визуализация обновляется, вы сейчас скажете, как она обновляется, никуда она никакой не обновляется, да, сейчас все будет. Обязательно нужно указать источник, источник у нас это our world and data, можно, в принципе, поискать, на что они ссылаются, да, чтобы это строить, ну, и плюс можем написать плюс, как это называется, не помню уже, то, что я вам показывал, да, официальный минздрав, то есть минздрав РБ, да, хорошим тоном является дать ссылку на, собственно, датасет, в данном случае мы, наверное, можем этого не делать, а можем и сделать, кстати, почему бы и нет, можем дать ссылку, пусть люди пользуются, в чем проблема, да, ну, и укажем, кто создал график, автор, автора в студию, да, и очень важно написать, да, на какое число эти данные, но, так как график обновляется, мы этого делать не будем, здесь нет такой опции, да, поэтому пусть остается так, а уже в самом материале можно указывать, да, ну, и человек увидит, то есть, если он обновляется, значит, обновляется, а если бы он не обновлялся, надо было написать, там, прямо где-то, прямо очень сверху, и чтобы это было видно, там, данные на 10 декабря, например, да, и так далее, но в данном случае этого мы делать не будем, но только потому, что мы это планируем обновлять. Дальше, больше, в принципе, мы тут ничего делать не будем, можно добавить кнопки соцсетей, если есть желание, и, собственно, в чем прелесть Data Wrapper? Прелесть Data Wrapper в том, что он подстраивается под любой размер экрана, в любом размере экрана выглядит хорошо, то есть на его базе вообще можно делать какие-то виджеты на главную страницу, там, и так далее. Что с этим делать, и почему я говорю, что это обновляется, может, не обновляется, да. Заходим дальше на последнюю кнопку Publish and Ambit, или синюю кнопку можно было нажать, было бы то же самое. Здесь дальше нужно зарегистрироваться, да, так, что-то кнопки соцсетей, а, вот, а то двинулись, хорошо. Ну, может, их и не надо было вешать, ладно, ну, уж повесили, так повесили, тем более тут кнопки странные, LinkedIn, да, и давайте их уберу, Twitter нам особо здесь как-то не очень нужны, мне кажется, но вы можете их разместить. Вот, возвращаемся обратно, и нажимаем Publish Chart, но это для, еще раз повторюсь, для этого надо, чтобы вы были зарегистрированными, регистрация там происходит очень быстро. Здесь мы используем вот этот вот Responsive iFrame, нажимаем копировать, и все зависит от вашего сайта и его админки, я покажу просто на примере своего сайта, как это работает, вот я сейчас в него логинюсь и сейчас создам просто новый пост в нем, ну у меня WordPress там ничего особенного, создаю новую запись, ну пишу заголовок, там коронавирус Беларусь, да, обновляемое туда-сюда, да, просто вставляем сюда код в поле, больше, в общем, ничего нам делать не надо и пишем, ну или там сохраняемся, нажимаем просмотреть, нажимаем просмотреть и вот у нас наша визуализация, она подстроилась под размер экрана, если бы мы, например, сделали телефон, да, то вот она тоже выглядит красиво и это не требует никаких усилий с нашей стороны, это приятно. Теперь попробуем сделать следующее, мы заходим обратно в таблицу и предположим, мы трекаем наш вот этот официальный Минздрав, да, ну-ка там на какое число последние данные, официальный Минздрав, зарегистрировано одна тысяча, одна тысяча девятьсот тридцать девять пациентов, это не совсем то, а сколько выявлено-то, да, непонятно, да, видимо, это имеется в виду тысяча девятьсот тридцать девять, я не знаю, но предположим, что это так, да, предположим, это так, предположим, это, сейчас сравним с предыдущим числом, тысяча восемьсот пятьдесят один, да, то есть видите, здесь уже обновилось, а там еще нет, вот давайте так и сделаем, пишем двенадцать десять, тысяча девятьсот тридцать один, если я ничего не путаю, да, человек у нас зарегистрировано, тысяча девятьсот тридцать девять, это важно, оп, да, и больше ничего не делаем, возвращаемся прям конкретно в наш пост, который мы сделали, можем подождать там, ну, несколько секунд, там, в общем, по-моему, каждую минуту обновляется, давайте обновим, и, пожалуйста, уже данные появились здесь, то есть, да, вы можете мне сказать, что нам же надо руками забивать сюда циферку, да, чтобы ее сюда не забивать, можно было бы написать какой-то, попросить кого-то, кто написал бы код и парсил бы вот этот, например, телеграм, или прям отсюда парсил это число, я думаю, для человека, который знает питон, это заняло бы минут десять, но даже раз в день утром зайти, забить цифру и знать, что у вас там на главной все обновилось, мне кажется, это, в общем, достаточно крутые возможности, то есть, саму визуализацию обновлять уже не надо, обычно для этого нужно строить какой-то бэкэнд. Вот, это первое, что я вам хотел сегодня показать, вернемся в презентацию, если можно так назвать. Конечно же, мы все хотим видеть какие-то очень красивые визуализации с детализацией до районов, в идеале вообще до населенных пунктов, но у нас, в общем, вроде как бы по Беларуси такой возможности нет. Возникает вопрос, что делать, как вообще хотя бы трекать ситуацию, то есть, что если официальные данные, просто, может, они просто вообще врут полностью, абсолютно, рисуются, абсолютно наугад, что делать. На самом деле, существуют следующие возможности у нас с вами. Во-первых, нам не всегда нужны точные цифры, потому что они, при всей своей точности, они тоже достаточно условные, ведь не все люди, которые заболели, будут подвергнуты тестированию, и не все люди, ну, то есть, не всегда будет соответствовать, вот, 1939 человек, это же не все, кто заболел, естественно. Во-первых, там есть задержка какая-то, да, то, как человек заболел, как он обратился, то есть, очень много факторов на это влияют. Нам гораздо важнее знать, хуже ситуация становится или лучше, насколько она плоха, как сильно справляется ли система здравоохранения с этой нагрузкой и так далее. А для того, чтобы это делать, нам не обязательно знать даже точные официальные цифры. Итак, российское, я бы сказал, ноу-хау, товар на экспорт идет, да, где-то еще летом кто-то в России догадался, что можно делать, изучать ситуацию реальную, потому что у нас были тоже обоснованные сомнения в том, что официальные органы выдают правильные данные. Кто-то догадался, что можно анализировать динамику поисковых запросов в Гугле и в Яндексе. И вот тут вскрылась масса настолько интересных вещей, и, ну, то есть, в какой-то момент это просто вообще стало мейнстримом. То есть, например, вот набережные Челны, у них в июне была реальная просто дикая эпидемия коронавируса, которой в это же самое время сопровождалась просто плата. Причем там уже целая очень сложная методология, уже в России там 200 запросов анализируются разных, которые разбиты по группам, есть специальные контрольные запросы для того, чтобы отсеивать какой-то медийный шум, хайп и так далее. То есть, ну, на самом деле основной сейчас запрос это обоняние. Да, то есть, видите, например, по данным СМИ в набережных Челнах в июне все было тихо, гладко и спокойно, да, а при этом там реально бушевала эпидемия и все запросы были подняты. Госпитализация, диагностика, КТ, симптомы, покупка, лечение определенных препаратов и так далее. Это, собственно, то, что я на самом деле предлагаю делать и вам, да, и даже, кстати, у нас хайп вокруг этой темы достиг такого размера, что даже Яндекс добавил на свою вот эту страничку, где все трекается, он добавил запросы по обонянию и сейчас, в принципе, любой желающий тоже может трекать эти данные, смотреть, ну, то есть, вот, например, обоняние у нас спадает по России без Москвы, да, данные пока еще по заражениям растут, но запросы, конечно же, не могут ошибаться. Возникает резонный вопрос, где брать эти данные и как с ними работать. Я посмотрел, что в Беларуси гораздо популярнее, чем Яндекс.Гугл, что 70%, 65% пользуются Гуглом, 35% примерно пользуются Яндексом. Поэтому начнем с Гугла. Давайте я сюда забиваю просто элементарно слово обоняние, хотя, конечно, можно эту всю методологию тоже больше продумать и сделать более сложной. и выбираю здесь Беларусь. И что же я здесь вижу? Я вижу здесь наши любимые две волны, которые мы, в общем-то, наблюдаем и на официальной статистике, и которые, как я думаю, и так понятно всем, что они есть, как и во всех других странах они существуют. кроме того, здесь есть данные по крупным областям без детализации на районы, конечно же, к сожалению, но есть небольшая проблема, то есть в частности где-то совсем недавно, недавнюю неделю это все достигло пика, и то есть все эти числа вот эти, они отчитываются от этого пика, который когда-то был, то есть если вы собирали когда-то данные, например, в августе, то пиком был вот этот вот июнь, и все данные отчитывались от него, то есть каждый раз, если вы, например, пользуетесь Google Trends, если вы ими пользуетесь, вам нужно каждый раз, грубо говоря, все пересчитывать заново, исходя из вот этих вот относительных значений, которые еще каждый раз пересчитываются вот по новому пику. В принципе, вот на последней неделе которая текущая мы видим, что по-видимому идет снижение количества запросов, хотя это еще не точно, да, и можно, данные можно скачивать, но они скачиваются только на текущий день, ну, то есть на текущую неделю скорее, они скачиваются на текущую неделю, ну, в принципе, тоже можно строить такие карты и вообще таким образом измерять всю эту ситуацию, можно скачивать данные для того, чтобы строить вот этот график в формате CSV как раз-таки, да, извините, и тут можно даже отдельно посмотреть город, то есть можно соединять данные из той таблички и из этой таблички, чтобы строить нормальную карту. это первый подход и первое, что можно делать, можно, кстати, еще посмотреть, например, запрос такой сделать КТ. Вот сделать КТ, видимо, менее релевантен, да, то есть он более, больше снижен, да, например. Мне больше нравится Яндекс в плане работы с данными, то есть Google, скорее всего, более релевантен для вас, потому что вы в Беларуси более активно им пользуетесь, но Яндекс, по крайней мере, вам хотя бы позволяет это более удобно скачивать. Для Яндекса это сервис, который называется Wordstat и пользоваться им можно следующим образом. Сейчас покажу, как. Это способ реально узнать, что реально вообще происходит. Вот прям вот по чесноку, что реально происходит, да, потому что Беларусь не может повлиять правительство Беларуси ни на Яндекс, ни на Google, да, она, конечно, может выключать интернет, да, это может сказываться как-то, да, затушевывать картину, но это тоже нужно учитывать, может быть, кстати, даже заметите вы какие-то изменения в те дни, когда выключали интернет, например. Пишем здесь то же самое обоняние, во-первых. Сразу же выбираем история запросов. Чтобы это сделать, он обычно просит ввести капчу. Вводим капчу. Что-то я ввел неправильно. Какая-то нехорошая капча не нравится мне. Не знаю, что вводить. Так, да, вы получили обоняние. Это сейчас история для России или вообще в целом, прелесть дата WordStat, то есть вот этого трекальщика запросов от Яндекса в том, что вы можете очень сильно детализировать ваш анализ ваших запросов. Во-первых, сначала выберем просто Беларусь, нажимаем выбрать, выбираем не понедельную статистику, не помесячную, а понедельную и получаем опять-таки нашу любимую картинку, ну, грустную, конечно, но любимую в смысле того, что она классическая, да, картинка с двумя волнами. И теперь, если вы этого хотите, вы можете построить реально карту с детализацией либо вот до шести основных районов, включая город Минск, либо с детализацией до отдельных городов. Понятно, что там, скорее всего, будет уже мало запросов, и эта точность метода может очень сильно страдать. Давайте вот начнем, например, собирать данные по городам, да, вот Брест, да, Брест и область, нажимаем выбрать, получили данные, здесь их, естественно, нужно выделять, скачивать, да, руками все это править, ну, то есть, если, опять-таки, если вы умеете кодить, писать код, вы можете, есть у Google Trends, например, есть API, да, то есть, это способ с помощью кода выгружать автоматизированные данные, у Яндекс тоже есть то же самое, тоже это можно делать, но давайте пока сделаем просто вручную, всегда выбирайте понедельный, понедельную статистику, и просто я создам новую таблицу, на самом деле, она у меня уже готова, я сейчас просто ее покажу, я уже ее сделал, чтобы не тратить наше время, вот я сделал такую табличку, я собрал запросы, я брал их, просто сейчас покажу, откуда их брал, я их брал вот отсюда, 36-е, 1361 человек, да, вот они, 1361 человек, я брал предыдущую неделю, 23-е, 29-е, 1468, тут есть абсолютные данные и относительные, возникает вопрос, с какими пользоваться, возможно, с вашей ситуацией, с учетом отключения интернета, может быть, было бы даже правильнее пользоваться и относительными данными на самом-то деле, но там и везде, и там, и там есть свои недостатки, короче, лучше пользоваться и тем, и другим, я пока, для, опять-таки, упрощения, покажу только абсолютные данные, я таким же образом прошелся по всем, ситис назовем это, прошелся по всем вот этим крупным областям и по городу Минску, выбирая вот здесь и кликая вот сюда, Витебск и область, да, выбрать и взял вот эти две цифры, 800012, так, подождите, а, Витебск, кажется, я его пропустил, что его не было, нет, был, так, пардон тогда, а что-то, почему числа так сильно отличаются, вот заодно и проверим, так, Витебск, 8012, 3591, у меня цифры другие, достаточно сильно они отличаются, видимо, я где-то что-то перепутал, 8000, а, видите, я туплю, надо было выбрать неделю, а не месяц, тогда 1855, 2014, все правильно, все верно, кстати, можно брать и по месяцам, тоже может быть интересно, дальше я собрал вот эти вот две, вот эти данные, да, и я вот эту последнюю колонку я сделал сам, я просто написал простейшую формулу, сейчас я ее вам повторю с нуля, я вычел последнюю неделю, от нее отнял предыдущую, взял это все в скобки и поделил на предыдущую неделю, да, то есть отношение, сколько разница в процентах предыдущей недели, да, соответственно, получилось, дальше кликнул два раза на вот этот черный уголочек, протянул, получилась вот такая вот формула, можно посчитать за две недели, например, мне кажется, это может быть более релевантно, ну, пусть хотя бы за неделю, давайте я вам этот файлик сейчас скину, чтобы он у вас был, а как я вам это сделаю, а как я вам это сделаю, а вот так файл сюда можно добавить, сейчас это мы и сделаем, чтобы вам не собирать эти данные, потому что, ну, это занимает какое-то время, я бы рад бы показать какие-то более автоматизированные методы, сеть отключена, пишет, странно, не дает отправить файлик, ну, давайте я его закину в дропбокс тогда, наверное, или даже не знаю, куда его закинуть, наверное, у меня отключена возможность файлы кидать, вот что я думаю, а, давайте я в Google таблицы просто вставлю и кину вам ссылку на Google таблицы, вот что я сделаю, это будет еще и проще, так, я здесь просто создам новый лист, вот в этой истории про Беларусь COVID, и вставлю эти данные сюда, да, сейчас я, собственно, ссылочку скину вам, и вы сможете этим воспользоваться, если у вас возникнет такое желание. Так, окей, в принципе, в принципе, этот подход, он открывает, воистину, безграничные возможности, по анализу, конечно, можно использовать не только запрос обоняния, хотя это уже классический, то есть мы вот с учеными, прям вместе со статистиками, изучали очень внимательно по России эту тему, корреляция с результатом, с количеством выявленных и со смертями, что более важно, потому что смерти, это более объективный показатель, который не зависит от тестов, вообще ни от чего, составляла 0.99, то есть это очень высокий уровень корреляции, но вы, в принципе, наверное, и сами это видите. Итак, у нас есть вот эти данные, и давайте вернемся в Data Wrapper прямо сейчас, и создадим теперь вот сверху New Map, то есть новую карту, нажимаем New Map, выбираем здесь, здесь можно делать на самом деле и такую, и такую, но в данном случае выберем картограмму, то есть Coroplet Map, закрашенную карту, Data Wrapper абсолютно бесплатно из коробки предлагает нам карту Беларуси вот как раз с детализацией до тех самых шести регионов, которые есть, нажимаем, выбираем ее, да, и нажимаем Proceed, то есть нажимаем далее, дальше нам нужно загрузить свои данные, ну я как бы конечно хитрый, понятное дело, я уже написал в табличке те названия, которые у Data Wrapper есть, но я думаю поставить шесть регионов вообще не составит ни малейшего труда, нажимаем Import Your Dataset, Start Import, и вставляем ту же самую таблицу, то есть вот выделяем ее, например, да, нажимаем копировать и вставляем вот в это окно Ctrl V, вот если честно, Data Wrapper он настолько прекрасен, он настолько прост, что я не знаю, что вообще может быть еще проще, мне кажется, уже ничего, нажимаем далее, он спрашивает, где у нас имя, имя у нас естественно в первой колонке, нажимаем далее, и он спросит, какие значения мы будем визуализировать, а мы будем визуализировать как раз таки значения из последней колонки, и вы можете меня на самом деле спросить, а почему ты нам предлагаешь визуализировать какую-то странную штуку, не лучше ли визуализировать вот эти вот числа, они такие большие, крупные и вообще значимые, я не предлагаю их визуализировать, потому что они достаточно бессмысленны вообще, в принципе, в отрыве от динамики раз, и в отрыве хотя бы от количества населения два, если мы их, например, пересчитаем на количество населения живущего в каждом из этих областей в городе Минске, то в этом в принципе появится какой-то смысл, но чаще всего нас интересует, вот если это не начало пандемии, вот сейчас конкретно, нас интересует не количество суммарных случаев, ну 150 тысяч и что, нас интересует, что сейчас происходит, какая текущая ситуация по пандемии, поэтому нам всегда нужно смотреть ситуацию за последнюю неделю или за последние две недели и сравнивать ее, соответственно, в динамике с тем, что было раньше, поэтому, кстати, ну еще маленькая ремарка, даже неточная статистика, пособираемая по одинаковой методологии каждую неделю, она может вам дать ценную информацию именно при анализе ее динамики, собственно, то, чем мы пользуемся прямо сейчас. Нажимаем далее, и без каких-либо усилий с нашей стороны у нас уже появилась карта, сейчас мы ее тоже немножечко настроим, нажимаем далее, здесь настроек гораздо меньше, в данном случае карта выглядит немножко странной, да, то есть, смотрите, нам нужно понять, где темненькое, это типа плохо, да, а где светленькое, это хорошо, но в принципе так и есть, да, потому что идет снижение количества процентов, значит, там, по-видимому, ситуация улучшается, я не берусь судить и интерпретировать почему, но пока, по крайней мере, вот по результатам вот этого Wordstat Яндекс, вот такие данные получились, в данном случае я бы не стал существенно, наверное, ничего менять, может быть, ну тут совсем какая-то получается разноцветная штука, если сделать несколько цветов тоже, то есть, можно на самом деле все оставить по умолчанию, я имею в виду обычную линейную шкалу, наверное, да, давайте так все и оставим, очень важно указать, что это проценты, да, то есть, легенда, формат, ставим проценты, и, наверное, и все, здесь особо настраивать нечего, самое важное, нам теперь нужно объяснить нашему читателю, что мы вообще здесь показываем, потому что объяснить это на самом деле не так уж и легко, можно написать, что в Гродни, можно сразу вынести в заголовок, что в Гроднинской области ситуация с коронавирусом улучшается, я думаю, можно позволить себе такой заголовок, естественно, это не может быть карта такой самой по себе, скорее всего, это часть материала, но в описании можно указать, что это изменение доли запросов обоняния по данным Яндекс. Вордстат. Какая там у нас была неделя? Это у нас была неделя 30 по 6, с 23 по 29. 30-6 декабря по сравнению с 23-29 ноября, а, 30 ноября, 6 декабря по сравнению с 23-29 ноября. Можно сразу пояснить, может использоваться или это вынести, например, вниз для оценки или написать или написать даже проще. Имеет связь с количеством выявленных случаев или просто с развитием эпидемии. Не знаю, как лучше написать. С развитием эпидемии. Можно давать еще какие-то пояснения и так далее. Естественно, источник, там указываем источник и так далее, и так далее. По поводу тултипов их можно настраивать здесь. Что будет попадать сюда? Я бы здесь обязательно добавил значок процента. Объяснил в тултипе, если кто-то будет наводить, еще раз пояснил, что разница количества запросов и так далее стоит по неделе по сравнению с той-то, и чтобы это было указано и в тултипе тоже. Вот такую штуку мы сделали. Если кто-то очень хочет заморочиться и сделать карту по всем районам, вы можете, ну, то есть, на самом деле, мне кажется, было бы очень круто. Для этого нужно будет загрузить в DataWrapper карту по районам. Ее в DataWrapper нет, но DataWrapper позволяет брать другие карты. Извините, но я вам это покажу, потому что вдруг кто-то реально захочет. Есть такой сайт, который называется GeoBoundaries, там можно скачать карты, точнее, не карты, скорее, а границы всех стран достаточно детализированные. GeoBoundaries. Мы здесь находим GetTheData кнопочку, нажимаем на нее, появится такая таблица, а, выбираем упрощенные контуры, естественно, хотя они нам нужны еще более упрощенные, но начнем с этих. И здесь мы просто пишем по ISO 3 коду ищем Беларусь, Беларусь, и нам нужно вот это Adam2, то есть административные границы второго уровня. Скачиваем ее. Это будет zip, и в этом zip будет JSON файл и GeoJSON. К сожалению, то есть чисто в теории, датаврэпер, он должен уметь с ними работать, но он не умеет. Это странно, но в датаврэпере иногда бывают такие глюки. Поэтому для того, чтобы все гарантированно 100% стабильно работало, нужно зайти на сайт, который называется MapShaper и провести очень простую процедуру переконвертации этого файла. Я знаю, что я очень быстро показываю и что вы не успеваете, но у нас же будет запись, поэтому я думаю, это если что можно будет посмотреть. Мне важно, чтобы вы знали, что так сделать можно. Вот, я просто закидываю сюда GeoJSON, который GeoJSON, да, вот, плохо закинул, не очень хорошо закинул. Перезакидываю заново, импортирую, его можно, кстати, сразу же здесь упростить, кнопочкой Simplify. Я в конце концов могу просто вам этот файлик отдать, вот, то есть упрощаем до каких-то разумных пределов. Да, я понимаю, что, ну, это как бы такая дополнительная информация, то есть сделать саму визуализацию, да, это важно, а карта по районам это не самое важное. Вот, и экспортируем в формате topoJSON этот файлик, вы потом легко это сможете повторить, если захотите, 2020. Вот этот файл, и дальше, когда вы будете создавать карту, новую карту, вы просто при создании карты не выбираете Беларусь, а вы выбираете загрузить карту, да, и вы выбираете ту самую карту, которую только что сделали. И все будет работать прекрасно. Вот она, 60 килобайт всего, маленькая, будет быстро грузиться на телефонах. Единственное, у нее не будет Минска внутри, потому что он типа город, а не область. чтобы это поправить, я боюсь, это будет слишком сложно, ну, начнем хотя бы с этого. Но если кому-то надо будет реально это сделать, пишите, сделаем. Вот. Это вот что касается визуализации картографической. Сейчас перейдем больше к теории, и все будут все успевать. это были такая сложная практическая часть, я решил ее вынести в начало, потому что потом уже обычно уже вообще мозг такие вещи не воспринимает. Про подготовку данных мы уже все проговорили. В каких форматах все это может, в общем-то, жить? Вариантов немало, немало. Я очень рекомендую вот какие-то виджеты на главной странице вручную, в индизайне обводить, ну, сурово. Кстати, да, там есть экспорт в SVG, вот в этом, в MapShaper, так что, да, можно было бы не обводить и упростить еще до нужной степени упрощения. Вот смотрите, по поводу виджетов, по поводу виджетов, это, например, главное Washington Post, да, видите, что здесь висит. Здесь висит наш любимый график, который мы только что сделали. Единственное, они показывают скользящие средние, но это связано с тем, что у них, видите, как у график здорового человека, да, на выходных все немножечко снижается, но в будни повышается. Так как у нас все рисованное, нам, в принципе, это не критично, мы можем и не скользящую показывать, да, но если хотите, я как бы сразу говорю, хотите, показывайте скользящую, но люди вас могут не понять, да, а это главное New York Times, и кстати, здесь очень важный момент, вот эти, собственно, это ключевые цифры, смотрите, которые всегда нужно, вот эта штука, да, это самое важное, что по каждой стране, по каждому району нужно показывать по коронавирусу. Количество выявленных случаев за сегодня, вот за это число, количество смертей за сегодня, вот за это число, изменения за 14 дней растет или падает и насколько сильно, и типа вот, ну, тренд это сложно сделать, но сама идея растет и насколько сильно. Дальше у них история по пересчетам на население по штатам, да, и, собственно, какие-то наиболее сложные случаи, это уже их какая-то американская история. Это мы, если мы говорим про виджеты, какие-то про обновляемый какой-то формат, это не обязательно может быть главная страница, это может быть отдельная страничка со статистикой всей, которую вы обновляете, это может быть не один график, который мы построили в Data Wrapper, это может быть три или пять графиков идущих подряд, туда можно и смертность сделать и еще что-то, да, то, что вам, собственно, выдает официальная статистика, просто показывать данные в данном случае это уже успех, потому что цифры это цифры, а график, он очень нагляден. С частности, например, в РБК страничка, где просто обновляются данные по коронавирусу, там уже, по-моему, под 100 миллионов просмотров на этой странице. Дальше, ну, естественно, очевидный формат, какие-то регулярные статьи, конечно, было бы крат, классно, если бы они были автоматизированными, но это уже там совсем какой-то космос, мы про это не говорим, но раз в недельку никто не мешает, например, там в понедельник-вторник выпустить материал, что там вообще происходит у нас с коронавирусом, что изменилось за последнюю неделю, там могут появиться, например, свежие цифры того же самого Яндекса, можно их подтянуть и каждый раз делать новый материал. Я вас уверяю, внимание будет гарантировано, особенно, если вы будете утверждать и не без оснований, что это реальные происходящие процессы, а не то, что выдает государство. Государство может вообще ничего не выдавать, если это уровень, например, области или города. Дальше. Можно создавать каждый день какие-то условные картинки, которые однозначно будут иметь какой-то shareable, так сказать, потенциал, то есть они будут распространяться, в этом нет никаких сомнений. Естественно, можно сочинять очень много разной аналитики, добавляя другие данные, какие мы сейчас обговорим, ну и использовать в формате рассылок и так далее. Это вот мы посмотрели главный Washington Post и New York Times. Собственно, идеи для проектов. Да-да-да, понятно. Дизайн, ну и гастрат. Самая очевидная история, которая всех интересует, ну, заболевает, вы поняли, да, это неправильно, да, сколько выявляется людей за день, и сколько смертей. Это всем понятно, это всем интересно, это самое очевидное, что только нужно делать и показывать в формате линейного графика и основных чисел, то есть вот это число ежедневное, оно должно фигурировать. Кумулятивные цифры, они как бы публику восхищают, возбуждают и вообще они такие вот щекочут нервы, но с точки зрения смысла они не особо, в общем-то, важны, по большому счету. Было, ну нет, вообще-то важны тоже, кстати. Чем больше людей, тем больше, значит, переболело, тем ближе мы там к какому-то условному окончанию всей этой истории, поэтому, конечно, тоже показывать надо. Гораздо важнее вот эта история, это понедельная динамика, сравнение с предыдущей неделей или с предыдущими двумя неделями. Это очень мало кто делает в России на постсоветском пространстве, хотя это очень важно, это абсолютно логично, потому что это показывает, что происходит сейчас. В частности, вот, например, карта, которую мы примерно пытались сделать, но тут речь про смерти, да, это карта от New York Times, но вы тоже можете сделать что-то похожее, можете, кстати, там выбрать карту Европы, взять данные по Европе у того же Our World in Data, посчитать, показать, собственно, выделить как-то Беларусь, ну, при всей условности, но тем не менее, да, то есть вот такие вещи тоже можно делать. И, наконец, самое важное, то, что, в общем-то, в этом году, я считаю, это, ну, наверное, самые сильные визуализации, которые мы увидели за год, это сопоставление с избыточной смертностью, да, ну, сопоставление с запросами тоже мы обсудили, сейчас поговорим про сопоставление с избыточной смертностью, вот эти вот графики, да, которые нас шокировали в этом году, когда берется статистика по смертности, и мы считаем текущую, и там 15%, 50%, 100%, где-то 200%, где-то 300% избыточных смертей, это как раз то, что связано напрямую с коронавирусом, и все крупные медиа, безусловно, отметились вот подобными графиками, это тоже New York Times, но это есть у Washington Post, у Economist, у Financial Times и так далее, или сопоставление с то, чтобы дать понимание, насколько это много с разбивкой по другим причинам смерти, если такая статистика есть, вы можете сказать, у нас в Беларуси ничего нет, но мне вот друг прислал, какая-то, видимо, у вас была утечка информации, пусть хотя бы так, то есть у нас в России там есть детализация вся по месяцам, по всем районам, по регионам, мы все это анализируем, строим графики, пишутся материалы, но вот если хоть что-то подобное будет появляться, то есть сама цифра смертности за какой-то период, она вам уже даст очень много информации, то есть если вы где-то это получите или каким-то образом, а Беларусь обязана будет отчитываться о смертности в World Bank, она будет обязана будет отчитываться во всемирном организации здравоохранения, сводке ЗАГС, то есть вот любые подобные вещи, это ваши дата-материалы, это ваши визуализации, где вы это все наглядно показываете, считаете, делаете выводы. Конечно же мы все вот мечтаем делать какие-то вот такие вот гивочки, там такая вот эта линия бежит, 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 строится, но это достаточно сложная история, а самое главное, мы недавно с коллегами видели аналогичный график, который был на примере Франции и показывал ежедневно посчитанную летальность, ежедневно вы представляете уровень детализации этих данных. Это не предел материалов по коронавирусу, на самом деле я считаю, что можно спокойно выпускать медиа, которые будут ежедневно публиковать материалы по коронавирусу и этого будет достаточно, то есть материала будет хватать. Если где-то вы можете достать, наиболее адекватный способ, то есть нас в принципе что беспокоит? Нас беспокоит загрузка системы здравоохранения, то есть если она не справляется, люди не могут получить адекватное лечение, врачи устают, все попадают на койки, врачи начинают класть только более тяжелых пациентов, более легкие попадают домой, люди с другими патологиями не могут получать лечение, вот это все нас волнует, да, и это все измеряется вот этими тремя вещами, я не знаю как по Беларуси, конечно, по России кое-где кое-что отдельные регионы, отдельные больницы эти данные отдают, и они даже реальные, там, Москва отдает, дельные регионы и так далее, можно в конце концов пытаться даже общаться просто с больницами и пытаться у пресс-службы больниц эту информацию запрашивать, тоже где-то кто-то может додавать, и особенно важно получать это в динамике, именно динамика важна, да, ну, история с тестами, она, в общем-то, тоже важна, потому что она добавляет всю эту историю, показывает ее более корректно, нужно тоже мониторить, что происходит с тестами, и сюда же добавим историю про антитела, в частности, опять-таки, у нас публикуют материалы периодически о том, какой процент людей по анализам имеет антитела, да, тоже, это все ваши материалы, это все графики, все материалы, можно писать, писать и писать, ну, если бы были данные, конечно. История про вакцинацию, вакцинация начинается, там тоже бездна всего интересного, какие вакцины, какая у них эффективность, сколько закупили вакцин, каких вакцин, и т.д., и т.п., план вакцинации, да, можно писать о сроках введения ограничений и локации, показывать картами, где, собственно, ввели ограничения, где нет, ну, вас, я так понимаю, особо не вводили, но тем не менее. Наконец, если данных нет вообще никаких и нигде, можно отправиться в поля, поставить камеру возле морга и считать, собственно, что происходит. Я не считаю, что это цинично, потому что если власти отказываются вообще какую-либо информацию давать, ну, нужно пытаться ее получить хоть каким-то способом, любым, да. Вот, собственно, пример это из журнала Nature, история о том, какие страны сколько заказали вакцин, да, и вот, в частности, развитые страны заказали с огромным запасом вакцин по 10 доз, там, ну, по 5, по 6, по 7 доз на человека, например, да, не знаю, что в Беларуси с этой историей происходит. Переходим к важным ошибкам. Во-первых, не пишите, что люди заболели или заразились, это неправильно, это неграмотно, надо писать выявленные случаи или положительные случаи на коронавирус. Используйте логарифмическую шкалу. Я советую вам ее не использовать практически никогда, если, вот смотрите, да, вот линейная шкала, все, сколько раз, столько же больше раз и показателей. Когда мы делаем лог шкалу, здесь непонятно примерно ничего, то есть понятно только специалистам. Если это часть какого-то инструмента, да, конечно, вы можете добавить лог шкалу, потому более наглядная разница какие-то порядки там где-то нужно, если вам нужно вот нужно будет объяснить, что это такое, нужно будет объяснить, что вот разница между вот этой линией и вот этой тысячу раз. Я, по моим наблюдениям, это достаточно, в общем-то, плохо работает. Да? Дальше. Что-то такое нормирование. Это то, что мы с вами уже делали, то, о чем я говорил. Нельзя просто обессмыслиться, потому что где больше людей, ничего хорошего. Нет, иногда показывать абсолютные значения надо, особенно в начале эпидемии, например, или если вы показываете общее количество случаев, в принципе, кружочками можно показать, но в целом всегда надо подумать о нормировании. Что такое нормирование? Вот, что такое нормирование, это случай на миллион или на сто тысяч, то есть, тем или иным образом, что-то пересчитанное на количество населения. Детализация по регионам, да, естественно, обязательно, то есть, просто показывать карту страны, ну, как бы, что там показывать, да, то есть, вот у нас страна, вот данные по ней. Естественно, географическое расположение и дает огромные плюсы именно для визуализации, люди могут находить свой регион легко, сравнивать его с соседними регионами, и так далее, и тому подобное. Очень важный момент про кумулятивное количество, да, то есть, total cases, помните, такая была штучка у нас, вот здесь они уже ее вообще убрали отсюда, у нас продолжают люди графики делать по total cases, то есть, по суммарному количеству их уже даже показывать-то не надо, да, но вот смотрите, хорошо, суммарное количество случаев, включаем, да, мы включили, отсортировали, ну, сейчас я покажу, у нас кумулятивное количество, то есть, покажу, вот смотрите, total cases, и что здесь можно понять, пошло вверх, ну, это очень маленький процент, процент, когда идет вспышка, очень важно делать суммарное количество случаев, оно показывает экспоненциальный рост, больше, в принципе, оно не для чего, не нужным количеством случаев, он просто в разы, в тысячу раз понятнее, просто забудьте о графике по кумулятивному количеству случаев, он просто не нужен, total, ну, то есть, короче говоря, то, о чем я уже говорил, я про это продолжаю повторять, нам не нужно не обязательно показывать график за все время или карту за все время, это, кстати, довольно бессмысленно, скорее всего, нужно и то, и другое, но все-таки надо сфокусироваться на том, что сейчас происходит, то есть, средняя за 7 дней или разница с последними данными этой недели к предыдущей или эти две недели к предыдущим двум неделям будут куда как-то нагляднее, чтобы показывать, опять-таки, что происходит, если вам важно, выживающий момент, там, в Минске выявлено столько-то больных, а в Гродно вот столько-то, понятно, что в Минске в тысячу раз больше будет или там в сто раз больше, во сколько населения больше примерно, во столько и выявлено больше будет, или во сколько тестов больше раз делали, да, то есть, конечно, фокусируйтесь, пытайтесь показать то, что сейчас происходит. Ну, такая классическая картинка, которую можно тоже делать, мне чем нравится, да, потому что это, в общем, те метрики верхнеуровневые, которые нам в основном и нужны, то есть, ну, всего, я бы вот только вместо всего заразились, выздоровели и так далее, ну, наверное, можно оставить, да, но вот эти числа очень важны. Сколько за сегодняшний я бы использовал в России, ну, в странах постсоветского пространства, это абсолютно левая статистика, просто по дефолту, ну, просто левая, реально. То есть, выявленные и умершие, это не левая статистика, да, это очень происходит в динамике, да, и основная какая-то карта по, в данном случае показана как раз-таки суммарная картина выявленных, вот вместо этой, нормированная и за 14 дней. Вот это самая, я считаю, какая-то адекватная история, то есть, не кружочки, а картограмма, сколько нормированное на население за 14 дней, ну, или, если угодно, две карты, одна вот такая, с кружочками за 14 дней, одна с залитыми регионами, нормированным населения, это вот тот минимум, который должен присутствовать регулярно, ежедневно, если вы хотите каким-то образом, вы можете, это тоже неиссякаемый источник интереснейших материалов, сопоставлять с Google трендом и по WordStat с официальными данными, в частности, ну, вот, это вообще совсем октябрьская картинка, вы знаете, что смерти, да, они имеют лак примерно 10-14 дней, ну, классический будет примерно таким же, соответственно, есть четкая корреляция вот этого запроса обоняния или пропало обоняние со смертями, и таким образом можно вообще высчитывать реальное количество умерших, потому что, если вы выясните это соотношение, в России, по-моему, там один шестидесяти, что ли, оно вот это соотношение, оно прям строго, стабильно сохраняется постоянно во все эти месяцы, отношение количества запросов к количеству смертей, и иметь график этого количества, то есть, это тоже достаточно важная история, в частности, вот у нас был вот этот слив данных, данных, про которые я уже говорил, и по оперштабу. Голубенькая линия, это реальные данные по смертям, которые были внутри собственно ведомства, на которые слили, а вот эти две линии, коричневая, и как раз-таки запросы по обонянию, да, видите, они гораздо точнее совпадают с формой кривой вот этой слитой, да, а не той, которые официальные данные, и собственно, вот это вот все тоже можно делать, это все можно показывать, все можно людям объяснять, ну и последнее я, в принципе, заканчиваю об ошибках, да, не заболели еще раз, а выявлено, не надо кумулятивно показывать, да, за текущее, и самое важное, нужно объяснять, что происходит, то есть, показать картинку, показать график, этого мало, нужно объяснять, как вы к этому пришли, еще, кстати, про одну ошибку вспомнил, нужно всегда указывать дату, указывайте дату, на которой у вас данные, я вижу такую ошибку у своих студентов, они не указывают, нарисовали график по коронавирусу, и все, за какое он число, на какой момент он актуален, вот в случае с коронавирусом нужно именно конкретно указывать дату, давайте еще напоследок попробуем какой-то простой график сделать, совсем простой, это будет график как раз таким, вот, который мы уже делали, мы, только мы делали карту, а мы сейчас из этого сделаем график, давайте вставим сюда еще один столбец, переведем название, ну, естественно, мы могли бы их перевести руками, это понятно, но я хочу вам показать, если кто не знает, функцию Google Translate, которая позволяет достаточно легко и быстро перевести слова в таблице на любой язык, буквально там, ну, за две секунды работает она так, вы пишете формулу, указываете ячейку, точка с запятой, и в кавычках пишите язык, с которого надо переводить, на который, открывающая скобка, и вот у нас получилось то, что получилось, хотя на самом деле это не совсем так, потому что это же данные по области, но мы сейчас все-таки, наверное, поправим, да, чтобы у нас все выглядело адекватно, да, город Минск это правильно, а вот остальное не совсем корректно. Делать график будем также в DataWrader, в Резкая область, конечно, вот очень было бы круто, если бы кто-то из вас сделал более детализированно, собрал данные по районам, по городам через Wordstat, посмотрел, что там получается. Будем показывать опять-таки вот этот процент разницы, можем его даже сразу сюда перетащить, ту колонку, да, область, и копируем вот эти значения, копируем их, возвращаем в рейпер, нажимаем создать график, просто new chart, да, в данном случае мы могли бы добавить Google таблицу, мы могли бы сохранить CSV, в XLS и так далее, мы можем просто вставить сюда данные, и это на самом деле тот вариант, которым я пользуюсь чаще всего, дальше нажимаем опять далее, не забываем выбрать, как всегда, русскую локаль, у нас немножечко цифры, они округлились, мы можем их на самом деле, наверное, попробовать не округлять, ну, то есть, вот я в настройках столбца выбрал round numbers 2, ну, то есть, округленные, они, в данном случае все-таки не надо округлять, вот я так думаю, идем в колонку visualize, здесь выберем самый обыкновенный простейший график, который барчарт, плод, если бы мы оставили те две колонки, которые у нас были, но там абсолютно значения, они не совсем, конечно, показательные, давайте лучше так оставим, зайдем теперь в refine, можем выбрать, чтобы у нас стояли формат, это проценты у нас, да, это выглядит странно, это менять не будем, и самое главное, конечно же, отсортировать, то есть, выбираем sort bars, и вот в данном случае нам нужен обратный порядок, потому что чем выше, тем, в общем-то, лучше ситуация, можно это на самом деле каким-то образом объяснить, да, и вот опять-таки это можно либо заскриншотить, либо скачать в PNG, либо, что я рекомендую сделать, вставить, можно вот такую штуку сделать, не то, чтобы по дизайну это собрать, я рекомендую, конечно же, вставлять сам код из DataWrapper, это бесплатно, да, очень важно еще раз прописать правильно заголовок под заголовок, я сейчас на этом останавливаться не буду, потому что я это уже показывал, ну, момент хотел показать, если у вас есть какие-то вопросы, я вот прям готов на них ответить, я понимаю, что я на вас вывалил огромное количество информации, различное совершенно, ну, презентацию я, естественно, тоже скину, ой, извините, презентацию, естественно, тоже скину, и, запись, я так понимаю, у вас останется, в общем, готов отвечать на вопросы, если они есть. Ну, пока в чате вопросов нет, поэтому давайте попробуем задавать их голосом, если они у вас возникли, так будет быстрее, чем писать и в чате записывать, а в чат я вам сбрасываю такую небольшую, очень коротенькую анкетку, которую мы просим вас заполнить, и всем, кто ее запомнит, мы на адрес, который будет указан в анкетке, вышлем и презентацию, если Саша со мной идею поделится, и видео. Обязательно. Ссылочку на видео. Ну, давайте вопросы голосом, смелее. Скажите, пожалуйста, а ресурсы и сайты, о которых вы говорили, они будут доступны в других странах? Я, да, конечно, ну, то есть, а какие страны вы имеете в виду, например? Нет, все, естественно, работает, но если что-то вдруг не работает, можно всегда использовать ВПН, но я думаю, что это не те ресурсы, которые, все, открытые ресурсы, в основном крупные, которых, с проблем, с которыми не будет. Спасибо. Альбина, вы в Беларуси? В Беларуси не должно с этими ресурсами быть проблем. Хотя Беларусь сейчас... А, в Украине, вот в Украине могут быть, да. Проблем нет, но и в Украине, в Украине, по-моему, гораздо больше данных, чем в Беларуси, например, и гораздо более вся статистика открытая, прозрачная, но, на самом деле, это неотмешиваемо, возможно ли, особенно при наличии данных, и прям великое множество. Ну, хорошо, вопросы еще? Ну, не стесняйтесь, включайте микрофон и задавайте вопросы. Используйте возможность получить ответ. Да, пожалуй, у Александра действительно было очень много информации, информация была, много новой информации, нужно было переварить как-то, наверное, чтобы сформулировать вопросы. Может быть, договоримся так же? Я еще добавлю, что вы хотите, если хотите этим заниматься, то советую мониторить проекты, которые делают какие-то крупные медиа, по крайней мере, ну, хотя бы, то есть там, конечно, у них уже очень сложные проекты сейчас идут, там какие-то невероятные вообще сложности и красоты, если говорить про Америку, там просто настолько детализированные данные, что это просто чуть ли не по домам они делают карты, но это, конечно, просто космос и так далее, там уровень детализации сложностей данных и проектов запредельный, но просто для того, чтобы вдохновляться, мне кажется, будет полезно тоже. Вот Саша пишет, что, да, было очень много нового и тема непростая, вот, но я думаю, что не хаби до начала, делаем первый шаг, дальше пробуем, пробуем, работаем, мы как раз вначале Саше говорили о том, что работа с данными это как раз таки то, что нужно пробовать своими ручками, изучать инструменты, и когда, и вы почувствуете вкус, тогда у вас это начнет хорошо получаться. Именно. Да, многие откалываются на этапе, когда еще не получилось, но я думаю, что это не про те, кто собрался сегодня на нашем воркшопе. Ну что, если вопросов нет, давайте подождем секунд 30. Меня слышно? Да, да, Катя. Меня слышно? Да, да, да. О, отлично. По поводу инфографики в общем, хотела спросить, часто слышала такое мнение, что вот инфографика должна подаваться так, чтобы вот смотришь на график, и тебе даже текстом как бы не надо было ничего пояснять. Ты видишь цифры, ты видишь рисунок, и как бы на этом все. Я немножко с этим не согласна, потому что, ну, нужно какое-то словесное пояснение. Вот с точки зрения вашей, как человека, который уже создал определенное количество данных, как лучше вот это подавать, в какой форме? Я не очень до конца понял, мне кажется, вопрос. Конечно же, текст является очень важной, неотъемлемой частью любой инфографики, ну, кроме, я не знаю, нет, любое понятие, это немножко мы берем из науки, да, сюда перетаскиваем в медиа, но немножко, как бы с оговорками, я сейчас даже их поясню. Естественно, все должно быть объяснено, все оси должны быть объяснены, какой цвет у вас, к какой линии относится, и что каждая линия, там, или квадратик. обозначает период эти данные, откуда они визуализированы, прям где-то под рукой, но внизу чаще всего это пишется в подвале или в заголовке, человеку должно быть абсолютно прозрачно и понятно, откуда эти данные появились, можно ли им доверять или нет, что они обозначают, в идеале, какие у них есть как бы погрешности, и ограничения, потому что они всегда есть. Угу. Угу. данные были визуализированы, показывали что-то из того, как они визуализированы. То есть это разные вещи, одно не отменяет другого. То есть нужно делать и то, и другое хорошо. Тогда, когда все это вместе, в совокупности собирается, получается хороший, классный продукт, который с точки зрения коммуникативной и объясняющей выполняет свою функцию. То есть он наглядно показывает что-то или объясняет ситуацию, потому что вот ту же самую кривую вот эту с двумя вот этими холмами, ну как это еще можно нагляднее показать и объяснить. Угу. Спасибо. Надеюсь, ответил. Да, да. Реально ли показать, в каких странах коронавирус выявлялся изначально, используя тот же World and Data, можно делать сейчас и анимированный проект Guardian, который я сейчас попробую найти, может, если вы мне дадите минутку, я даже про него писал в своем канале, который другой, который не про графики, а который про форматы в медиа. Ну, не могу сейчас на вскидку найти, могу потом скинуть, наверное, Арине, чтобы вам показать. Ну, короче говоря, конечно же, можно, потому что все эти данные, все это есть, нет ни малейшей проблемы в том, чтобы это все показать. Спасибо. не помню, где он, но это не единственный, безусловно, есть сервис другой, я его вам сегодня не показывал, потому что он все-таки немножечко посложнее, ой, я нашел, вот, он немножечко посложнее, сервис называется Flourish Studio, возможно, вы о нем и не знаете, но в нем анимированный, но возможности в плане именно картографии и в плане анимации у него гораздо больше. я даже нажму и покажу, я не знаю, возможно, это не то, что вы имели в виду на самом деле, да, вот, он работает по скорой, там вот меняются дни, вот у нас появился Китай, у него что, у нас есть карты, у нас есть куколки, 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 я могу кинуть в чат, очень крутой проект, суперский, рекомендую его посмотреть и вдохновиться им на создание своих проектов. Ну что ж, Александр, спасибо еще раз огромное, если есть вопросы, задавайте, время еще у нас есть для того, чтобы получить ответы. Мы сделали паузу, вопросов нет. Ну хорошо, тогда мы будем ждать ссылочку на презентацию, я буду ждать Александра от вас и всем, кто заполнил анкетку, я завтра же мы пришлем вам ссылочку на видео и ссылку на презентацию. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами, спасибо Александр, как всегда, все доступно, просто, с простыми инструментами, которые позволяют нам работать и очень наглядно, поэтому думаю, что он пошел в проб, и все у нас получится, если будем пробовать сами. Всего доброго, большое спасибо, пишут в чатах. Спасибо вам за интерес к теме, очень всегда рад рассказать, потому что мало кому это интересно, и мало кто с этим работает. А тема действительно непростая, из много там нюансов, конечно. Ну, будем звать еще вас, будем разбираться более подробно. Ну, всего доброго всем, хорошего вам вечера, ну и до завтра, завтра получатся ссылки. Пока-пока. Всем пока.